МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Орент-ТВ в студии Александр Жарков. Гагарин и еще раз Гагарин. Аэропорт в Саратове назвали именем первого космонавта. Бесхозные дома распределили, но не все сегодня в мэрии говорили о наследстве Оренбургской управляющей. Где установлены камеры? На специальной карте покажут расположение фиксирующих устройств и почему ремонт дороги вызывает недовольство у оренбургцев, расскажем в выпуске. Подрезали или пропускал пешехода? Достаточно странное ДТП сегодня произошло в центре Оренбурга. Фургон оказался на боку. Ни водителя, ни других участников аварии на месте больше не было. Перевернулся грузовик. Полдень на перекрестке улиц Кирова и 9 января. Жертв нет. Очевидцы делятся версиями. Говорят, что фургон подрезала легковая машина. Другие рассказывают, что причина в пешеходе. Там ехали, пешеход перебегал. Он тормозил, чтобы не задеть, его за низкой кинуло. Перед грузовичком, а тот сюда поворачивал. И вот получилось. Не скрываем и не прячем. На сайте ГИБДД теперь можно увидеть карту комплекса фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Там теперь будут показаны все дорожные камеры в городах и на трассах России. Об этом сообщает сайт DROM.RU. В конце июня Владимир Путин говорил о том, что не стоит скрывать дорожные камеры, особенно на опасных участках дорог. И призвал к тому, чтобы порядок в этой сфере все-таки был наведен. По итогу скоро будет готов сайт с картой, на которой можно увидеть расположение дорожных камер видеонаблюдения на интересующих вас участках. А пока список дорожных камер с адресами можно увидеть и скачать на сайте Центра организации дорожного движения. Также Максим Акимов, вице-премьер Российской Федерации, предложил не взимать штраф из тех водителей, чьи машины были зафиксированы скрытыми камерами. На данный момент сайт дорабатывается и совершенствуется. При открытии карты в будущем можно выбрать нужный город или трассу и посмотреть, где на данный момент располагается камера. При этом ведомство должно нанести стопроцентное количество всех камер в ближайшее время. Но вот как будут указывать на карте камеры, которые снимают с воздуха самарские гаишники ради эксперимента, в воздух запустили аэростат с камеры фиксации. Комплекс, наполненный гелием, поднимают на определенную высоту. Обзор камеры составляет 360 градусов, а номер автомобиля можно будет увидеть с расстояния 700 метров. Уже есть результат. За три дня работы к административной ответственности были привлечены пять водителей за выезд на встречную полосу. За это грозит наказание, вплоть до лишения водительских прав до полугода. Эксперимент, вероятно, оправдал все результаты, так как и дальше принято решение следить за нарушителями с высоты птичьего полета. Успел сбежать на 13 лет. В Орске мужчину, который торговал наркотиками, еще в 2005 году задержала полиция. Посадили под стражу в СИЗО, но преступнику удалось сбежать в 2006. Недавно Орчанина нашли и задержали. Мужчине уже вынесен приговор в Ленинском районном суде города Орска с учетом раскаяния и проблем со здоровьем один год и два месяца. Но так как ранее свой срок мужчина уже отбывал, его отпустили на свободу. Об авариях и других происшествиях смотрите подробнее в рубрике «Ориентировка». На Оренбургской трассе разбился водитель. ДТП случилось недалеко от черного отрога. Лада столкнулась с иномаркой Киа, за рулем которой находился 22-летний водитель. 60-летний мужчина, который управлял отечественным авто, скончался на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка. Овощи и конопля росли в одной теплице. Во время патрулирования инспекторы ДПС на дороге Оренбург-Беляевка остановили ЗИЛ. В грузовике обнаружили почти 2 килограмма марихуаны и 190 кустов конопли. Сотрудникам полиции 58-летний водитель пояснил, что приобрел данное растение у своего знакомого. В Беляевке полицейские нашли теплицы, где 49-летний мужчина выращивал наркосодержащие растения, причем вместе с овощами. Также у него изъяли почти 4 килограмма марихуаны. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Рука потянулась за алкоголем. В Орске утром мужчина зашел в магазин самообслуживания по проспекту Ленина, а вышел из него с товаром, правда незаконно приобретенным. На камере видно, как арчанин хватает с ветрей на бутылку коньяка и прячет верхнюю одежду. После быстро уходит. На вид мужчине лет 30-35, рост около 170 сантиметров. Сейчас полицией разыскивается преступник. Просьба всем, кто что-то знает, сообщить по номеру 02. Поджигатель «Иномарок» сел на два года в колонию строгого режима. Такой приговор вынес Ленинский район и суд Оренбурга. В январе этого года 26-летний пироман порезвился во дворе дома по улице Илекской. Зажег картон и бросил его под припаркованную «Тойоту Королу». «Иномарка» выгорела полностью, пострадал и соседний автомобиль. Помимо тюрьмы суд обязал поджигателя выплатить пострадавшим 1 миллион рублей компенсации. У Оренбургского аэропорта появится брат-близнец, премьер-министр России Дмитрий Медведев. Подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратовской области, который тоже назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Напомним, Международный аэропорт Оренбург имя первого космонавта Земли получил еще 8 лет назад. Теперь о Юрии Гагарине вспомнили саратовцы, аргументировав название нового аэропорта тем, что на Саратовской земле первый космонавт планеты занимался в аэроклубе. Там же он и приземлился из космоса. Возможно, аэропорты-клоны будут как улицы в Советском Союзе, где не было ни одного города без таких названий, как Ленина, Советская, Октябрьская и так далее. Закон не запрещает. Оренбург самобидно. Сейчас короткая реклама. Не переключайтесь. Мы продолжаем выпуск. Почти 300 домам обанкротившейся управляющей компанией Оренбургская нашли новых управленцев. Однако это, по всей видимости, не приносит радости ни одной из сторон. Сегодня в городской администрации состоялась встреча с представителями семи коммунальных компаний. О чем договорились и каковы перспективы жильцов возрастного жилого фонда, узнал Александр Криволавов. Первые признаки того, что с Оренбургской не все в порядке, появились еще несколько лет назад. Тогда представители подрядных организаций жаловались на то, что крупнейшая коммунальная компания Оренбурга не расплачивается с ними за выполненные работы. В результате многочисленные долги, суд, банкротство и лишение лицензии. Почему, может быть, Оренбургская компания и обанкротилась? Потому что в центре города практически не принимали тарифы. Три копейки примут, а требуют за три рубля. По некоторым данным, к банкротству крупнейшие управляющие компании приложили руку и власть придержащие, заинтересованные в коммунальном бизнесе. Бесхозными в одночасье остались 708 многоквартирных домов. С апреля управление жилищно-коммунального хозяйства проводило встречи с жильцами. В результате почти 200 домов выбрали непосредственный способ управления, заключив договора на аварийно-техническое обслуживание. Два десятка домов самостоятельно выбрали новые управляющие компании. Жителям же почти 300 домов, которые не отличились активностью, муниципалитет в домировольно-принудительном порядке сам нашел управленцев. Управленцы особой радости не испытали. Старый жилой фонд им как собаки пятая нога. Эти дома у нас, естественно, практически все были по Оренбургской управляющей компании убыточные, в связи с тем, что был маленький тариф. И дома очень много по Оренбургской управляющей компании не проводились, многие ремонты, поэтому каждый дом разный. Дело в том, что они малоквартирные, естественно, сборы на домах маленькие. И обслуживать их очень тяжело. И очень много задолжников по квартирам. Долги с жителей управляющей компании вместе с муниципалитетом наверно возвращать через суд. Досудебное взыскание с помощью коллекторов накануне запретил федеральный закон. Кстати, о самих тарифах, которые представители управляющей компании считают маленькими. Их определил муниципалитет от 14 рублей 75 копеек за квадратный метр до 20 рублей 69 копеек. Есть дома, у которых тариф 14 рублей, есть дома, у которых тариф 18 рублей и есть у которых 20 рублей. Если многоквартирные дома имеющие не все виды благоустройства, отсутствуют два из видов благоустройства, тогда 18 рублей. У нас в центре города некоторые дома отсутствуют в квартирах туалетные. В редакцию обратились жильцы многоквартирного дома по улице Аксакова, также принадлежавшего ранее обанкротившейся управляющей компанией Оренбургской. По словам жителей, никаких встреч с ними не проводили. Какая новая управляющая компания, они не знают. Однако за ремонт трубопроводной системы предложили самостоятельно скинуться. Сумма для 20 квартир немалая, более 40 тысяч рублей. На чем балансить теперь этот дом, затруднились ответить и в мэрии. Не исключено, что данный дом есть у нас на аварийно-техническом обслуживании. Я просто рассуждаю, я вам сразу сказал, я не знаю, что это за дом сегодня. То, что вы сегодня подняли, он у нас нигде в сводке не числится. То есть надо детально проработать, мы готовы этот вопрос взять на контроль. Нередки случаи, когда проблемный дом, полученный управляющей компанией в нагрузку, дает и другие немалые хлопоты управленцам, говорил ранее в программе «Круглый стол» Виталий Кукушкин. Я приведу пример. У нас несколько лет назад была такая ситуация. Там двухэтажный дом, по-моему, шестиквартирный. Мы его взяли в мае месяце, первого числа. А буквально 20 или 23 мая нам уже выписали председание и протокол на 40 тысяч штраф. За то, что вы не выполнили какие-то работы? Да, но мы еще не успели даже войти в тему, честно говоря. А уже такой вот штраф. Управляющие компании без инициативных жильцов 286 домов, разорившиеся Оренбургской, отбирали по списку в добровольно-принудительном порядке. В течение года жильцы не смогут расстаться с управленцами, а те, в свою очередь, со старым жилым фондом и должниками. А там дальше, как говорится, либо по дешах поврет, либо и шах сдохнет. Землю с капсулой под дворец водных видов спорта отдали в аренду. Строителям об этом пишет Орендей. Как выяснили наши коллеги, на днях был отыгран аукцион на право заключения договора аренды именно этого участка, где в 2014 году тогда еще губернатор Юрий Берг торжественно заложил символическую капсулу. Торжественные мероприятия снимали наши коллеги телеканала ЮТВ. Сначала состоялась встреча с потенциальными инвесторами, был показан проект дворца водных видов спорта, а затем была заложена символическая капсула. Александр Ильич, вам вручаю капсулу. Александр Ильич, вам холст. И запечатываем. Цементируем крепко-накрепко. Это фундамент уникального дворца водных видов спорта До сих пор на этом месте ничего нет, зато сейчас заключен договор с победителем торгов. Компания «Листинвест» на 7 лет и годовым размером арендной платы 6 млн 327 тысяч рублей. О планах строителей не сообщается, однако ранее объяснялось, что экономическая ситуация в стране изменилась, сам проект стал дороже, поэтому в итоге нет ни инвесторов, ни средств. Татарстан – главный конкурент Оренбургской области по привлечению инвестиций. Условия для бизнеса в соседнем регионе созданы лучше, нежели у нас. Однако новый руководитель корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов уверен, что по уже наработанному примеру Татарстана можно создавать подобные условия и в Оренбуржье. Сегодня мы записали программу «Круглый стол» с недавно назначенным руководителем корпорации развития. Кого вы воспринимаете как главного конкурента по отъему инвесторов для Оренбургской области? Кто больше всего забирает наших потенциальных инвесторов? Это Татарстан, Башкирия, Самара, Челябинск? Странно, что вы не называли Казахстан. Кстати, да, тоже вариант. Ну, как-то я больше по географии России здесь, да? Ну, если мы просто тоже обратимся к данным статистики и посмотрим, то в первую очередь наибольшие инвестиции в основной капитал показывает Татарстан. Это также отражается и в региональном валовом продукте. Если я не ошибаюсь, на сегодняшний день у Татарстана 2,1 триллиона рублей в региональный валовый продукт. Это показывает то, что предприятия там открываются, развиваются, промышленность растет. То есть, безусловно, в Татарстане созданы те условия для бизнеса, чтобы он к ним приходил. Реально в Оренбургской области создать для инвесторов те условия, которые созданы для них в Татарстане? Почему нет? Может быть, вы мне ответите на вопрос, почему нереально? Мы не экономисты, вопрос к вам, как эксперту. Если мы возьмем изначальное положение Татарстана и Оренбурга, то мы увидим, что есть очень много похожих, в том числе и ресурсообеспеченность регионов. Мы должны создать такую систему, в том числе и управления и привлечения инвесторов, чтобы инвестору было интересно заходить к нам в Оренбург, чтобы он, выбирая между Оренбургом и Татарстаном, понимал, что тут он получит то, чего не может получить там. И мы должны понимать, что в Татарстане постоянный поток инвесторов и, наверное, там внимания уже к инвесторам чуть меньше. Программа «Круглый стол» в нашем эфире выйдет завтра в полдень и в 18.00, а также полная версия будет доступна на канале Оренбург онлайн в Ютьюбе. Дороги не делают плохо, когда ремонтируют тоже плохо. Из-за реконструкции Максима Горького поток машин на других участках увеличился, и это возмущает местных жителей. Жалуются, что переходить проезжую часть стало сложнее. Алена Круглова и Сергей Завалишин разбирались в ситуации. На переулке Диспансерном поток автомобилей доставляет неудобства местным жителям. Трафик увеличился в разы. Вот жители Диспансерного переулка возмущены вот этим автомобильным потоком, который у нас образовался в связи с ремонтом дорожного покрытия на улице Максима Горького. Вот сами обратите внимание, Бурзянцево не запружено, как вы видите, но все сворачивают сюда. Едут они, некоторые как-то снижают скорость, а кто-то едет так, как ехал. С 9 января сюда едут и с Бурзянцево сюда сворачивают. Переулок узкий, пешеходных здесь дорожек нет. У нас, видите, как вот близко дорога, наши дворы. Мы выходим, сразу тут машина. Звонили мы 30, 40, 40. Вот нам прислали они ответ. Наша жалоба рассмотрена. Пожалуйста, потерпите. Иду с магазина, идет навстречу машина. А сзади тоже машины. Так вот, шофер, который сидит сзади, мне звонит, сигналит. Пусть пропустите его, он идет. А мне его пропустить некуда. Еще одна проблема – отсутствие пешеходного перехода на пересечении Спонсерного и Бурзянцево. Для того, чтобы перейти дорогу, людям приходится обходить несколько кварталов. У нас нет ни пешеходного перехода, ни светофора, ничего. Это какой-то кошмар. В магазин нам пройти. Это вот встаем посередине дороги, или сбивайте, или дайте пройти. Пять кварталов, ни одного пешеходного перехода нет. Местным жителям хотелось бы знать, возможно ли установка пешеходного перехода на этом участке. В управлении по организации дорожного движения нам рассказали, что в этом никакой необходимости нет. А плотный автомобильный поток – всего лишь временные неудобства. Закрыта улица Максима Горького на ремонт, и поэтому там осуществляется объезд. В связи с этим возникли временные неудобства. Но в пятницу улица Максима Горького будет закрыта полностью. Прямо от Печерина, от торгового комплекса, как там любимого называется, будет организовано встречное движение по улице Печерина. И все эти бурзианцы, диспансерные и Чигины будут перекрыты. Потом весь поток уйдет по Максиму Горького. До необходимости перехода до этого не было. Возник вопрос только в этот момент. По линии перекрестка можно спокойно переходить согласно правилам дорожного движения. Иногда людям стоит войти в положение, ведь дорожный ремонт делается для их же блага. И если перекрыта одна улица, то нужно искать пути объезда. Но все же и водителям нужно быть внимательнее. Иногда они проезжают по дороге, не соблюдая скоростной режим, чем подвергают опасности и себя, и тех, кто идет по дороге. Кто больше кушает, тому увеличим зарплату. К такому выводу пришел Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологий. Он предложил распределить потребительскую корзину на мужскую и женскую. Эксперты полагают, что нынешняя картина включает в себя достаточно много продуктов питания. Примерно 808 килограмм уходит на одного взрослого. По новым меркам, с условием, что мужчина питается больше, потребка корзина для сильного пола должна составить 980 килограммов, а для женщин – 837. При этом эксперты уменьшили число хлеба и картофеля. Остальных продуктов в достаточном количестве. Об этом пишет газета «Известия». Таким образом, можно сделать вывод. Раз мужчина питается больше, то социальные выплаты и минимальную зарплату нужно сделать тоже больше. Однако другие эксперты ссылаются на трудовой кодекс и говорят о том, что не должно быть дискриминации по половому признаку. Такое гендерное различие оренбургцам пришлось по душе, хотя и были мнения, которым совершенно непонятна данная реформа. Нет. Почему? Все люди разные, все питаются по-разному. Поэтому это очень странное глупорожделение на половом признаку. Очень странно. Ну, смотрите, изначально, да, смотря что, кушать потребительская корзина тоже может быть по сумме разной. В зависимости от продуктов, их цены. Как бы да, при всем равноправии на сегодняшний день, ну, я, наверное, останусь при мнении, что мужчина должен зарабатывать больше. Ну, вообще хорошо, когда мужчина зарабатывает. Почему бы, да? Мне кажется, да. Все нормально, хорошо. То, как ест. Ну, вот мужчина больше ест. Ну, значит, пусть разделяет правильно. Пусть платят ему больше. В кассе. В идее мужчина должен был зарабатывать больше, чем у женщины, я так думаю, да. Я думаю, что, скорее всего, сравнивать не надо, то, что это вот. Думаю, у нас женщины слабый пол, они, соответственно, как хрупкие, должны получать поменьше, а мужчины больше. Ну, как обычно, мужчины же обеспечивают семью, поэтому и мужчина должна быть зарплата выше. Я вот думаю, что напополам, но более-таки, я думаю, женщины. Я не согласна. Работу выполняет как женщина, так и мужчина. Новые лифты уже несколько месяцев не могут запустить. Жители многоэтажки вынуждены подниматься в свои квартиры пешком, где мусор из баков не вывозят больше недели. Очередная важная находка. Обо всем расскажет наш дежурный по городу. Лифты заменили, но работать они не начали. В редакцию обратилась Роза и рассказала, что в доме номер 8 на улице Бреска меняли лифтовое оборудование. Все работы сдали около трех месяцев назад, но лифты все еще не работают. И теперь женщину интересует вопрос, когда подъемник начнет работать. В городской администрации нам рассказали, что еще нет заключения от Ростехнадзора. Но уже в августе комиссия проведет проверку. Лифты должны ввести в эксплуатацию 10 августа. Мусорные баки не вывозят уже неделю. Об этом нам рассказала Оксана. Площадка находится на пересечении улиц Фрунзе и Эрженкидзе. Женщина делала эти фотографии на протяжении недели, но ситуация не менялась. По мешкам ползают мухи, а предметы на свалке легко воспламеняющиеся. Это при том, что рядом находится газовая труба. Оксана обращалась в организацию природы, но слышала лишь то, что такого быть не может и мусор вывозится регулярно. Мы сами решили обратиться в компанию и выяснить, почему так произошло. Специалисты заверили нас, что отправятся на место для принятия мер. Сейчас мусор вывезли. И теперь важная информация для того, кто потерял ценные вещи. В поселке Гребини Сокмарского района найдена банковская карта и водительское удостоверение на имя Артюк Данила Алексеевича. Надежда Ивановна, обратившаяся к нам в редакцию, готова безвозмездно вернуть пропажу. За ее номером вы можете обратиться к нам. На этом у нас все. Ваши новости нам тоже интересны. Велитесь ими с дежурным по городу по будням в рабочее время. На этом у нас вся информация. До встречи в эфире Ориент-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова